Всего 4 часа от наступления инсульта до момента, когда пациент должен получить первую помощь. Это время не только может спасти жизнь, но и дает шанс на полную реабилитацию. Неврологическое отделение Дорожной клинической больницы, одно из самых современных в городе, работает в системе обязательного медицинского страхования. Мы работаем 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. У нас определенный район доставки, и сюда пациенты попадают только по скорой помощи. Во всем, начиная с отделки пола и стен до высокотехнологичного медицинского оборудования, реализован мировой стандарт. Современную медтехнику показывают губернатору. Ангиограф – комплекс для проведения операций на сосудах. Компьютерный томограф – необходимый, чтобы поставить диагноз. Это техника зарубежного производства, оборудование в зале лечебной физкультуры, функциональные кровати и многое другое, отечественные. По уровню оснащения практически соответствует мировым стандартам, что исключительно важно. Это оборудование Сименцевское, самое современное. Я думаю, врачам все будет у них для того, чтобы поставить быстро правильный диагноз, провести необходимое лечение и потом провести необходимую реабилитацию. Еще одно жизненно важное отделение – центр гемодиализов. Его помощи нуждаются пациенты, которым из-за болезни почек необходима регулярная фильтрация крови. Здесь установлено 20 аппаратов искусственной почки. При максимальной загрузке в отделении можно проводить более 40 тысяч процедур гемодиализа в год. Вообще проект обошелся в 47 миллионов рублей. Но, соответственно, конечно же, огромный вклад сделало руководство Самарской области, вместе с Министерством здравоохранения Самарской области, в плане подготовки кадрового состава, в плане системной работы и подхода к правильному лечению таких пациентов. Сегодня Дорожная клиническая больница задает уровень высокотехнологичной медицинской помощи. Впрочем, те центры, которые сегодня готовятся к сдаче, в Самарской области будут оборудованы еще лучше. Этим летом в регионе планируется открыть еще два подобных центра – в Сызрани и Кубышевском районе Самары. Олег Зверев, Константин Головин. События.